В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько в жизни простых вещей, которым мы зачастую не придаем большого значения. Ну вот, к примеру, лужи. Что в них особенного? Они появляются после дождя, а потом высыхают. Мы думать о них не думаем, и вспоминать не вспоминаем. А вот кое для кого из страны придуманных историй лужи, или вернее, одна из них, была очень-очень важна. О ком я говорю? Сейчас узнаете. Итак, однажды в стране придуманных историй... Что такое ну-ка-ну-ка? Интересно, что за штука? Разрешить любой вопрос, Помогая часто Нюке, Симпатичный круглый нос. Что случилось? Ну-ка-ну-ка! Посмотрите, это, это, это Нюка! Нюка-нюка, что у нас там интересненького? И только он это произнес, как в дверь тихо постучали. Тук-тук! Нюка стримглав бросился к двери и торопливо распахнул ее. За дверью сидел лягушонок. Здравствуйте и простите. Нюка посмотрел на лягушонка, Затем на кнопку дверного звонка, Затем опять на лягушонка. Хм! Теперь ясно, почему было тук-тук, а не дзинь-дзинь. Почему? Потому что ты маленький, а кнопка высоко. Точно, точно! Задумчиво произнес лягушонок. И я бы, наверное, и сам догадался, Если бы не лужа. Лужа? Удивился Нюка. Та самая? Она исчезла. Вздохнул лягушонок. А я к ней так привык. Я, честно говоря, тоже. И Нюка печально хрюкнул. Ой! Но затем взял себя в руки. Ничего, мы спасем нашу лужу. И нацепив соломенную шляпу от солнца, Нюка схватил ведерко и зачерпнул воды из бочки. Ура! Сказал лягушонок. И они поспешили туда, где когда-то была та самая лужа. Там Нюка торжественно вылил воду из ведерка. Вот! Но лужи не получилось. Получилось немного мокрой грязи. Ничего! Успокоил лягушонка Нюка. Главное, не сдаваться. И он не сдавался, не сдавался, не сдавался. Не могу больше! Выдохнул Нюка, вылив четвертое ведерко воды и уселся на землю. А лягушонок опять вздохнул. Хорошая работа! Вдруг произнес кто-то совсем рядом. Это был Орлик. Хорошая что? Удивился Нюка. Разве не вы осушили эту лужу? Не мы, не мы! Испуганно произнесли Нюка и лягушонок. Честное слово, она сама. В любом случае, чем меньше луж, тем лучше, произнес Орлик. Не люблю лужи. Но это была непростая лужа. Здравствуйте и простите. Это была самая-самая, самая лучшая лужа в мире. И лягушонок заплакал. Это точно! Вздохнул Нюка и горькая слеза поползла по его щеке. Стойте! Сказал Орлик. Я не люблю мужа. Но еще больше не люблю, когда кто-нибудь плачет. Одним словом, я сейчас. И Орлик куда-то спешно поскакал. А Нюка и лягушонок остались. И когда лягушонок в 52-й раз произнес, ну и жара, здравствуйте и простите, а поросенок Нюка в 127-й раз упомянул овсянку, вдали показалось нечто особенное. Оно напоминало огромную бочку на колесах, свпряженную в нее Орликом. Впрочем, как оказалось, это и был Орлик. И действительно, он привез бочку воды. Ура! Ура! Запрыгали лягушонок и Нюка. Как жаль, что я не люблю луж на дорогах, печально произнес Орлик. Они меня очень огорчают. Несвыительно жаль, согласился Нюка и задумался. Ему совсем не хотелось, чтобы огорчался старый Орлик. И тут Нюку посетила одна очень хорошая мысль. Нюка даже от неожиданности хрюкнул. Уи! Повторите, пожалуйста, что вы сказали о лужах, попросил он Орлика. Я сказал, что лужи на дорогах меня огорчают. Вот именно, на дорогах! Повторил Нюка. Отсюда выходит, что лужа не на дороге, а рядом с ней не будет очень огорчительной. Ну да, промолвил Орлик. Тогда я знаю, куда мы выли в воду. Сюда! И Нюка показал на небольшую ложбинку рядом с дорогой. Хорошая мысль! Подхватил Орлик и стал разворачивать бочку большим краном к обочине. И вскоре в ложбинку полилась вода. Лужа оказалась больше прежней. И мы уже! Радостно сообщил лягушонок, вынырнув из воды. Сейчас я его сам промерю. Нюка! Остановил его Орлик. Конечно, Бернар и Гусь-Гусич не сильно удивятся, увидев тебя мокрого и выпочканного. Но, думаю, для них будет приятным сюрпризом увидеть тебя чистым. И они обрадуются? Еще как! Пообещал Орлик. Ну что ж! Вздохнул Нюка. Пусть сегодня будет для всех радостный день. Тем более овсянка. Нюка хотел еще что-то сказать. Но тут понял, что очень соскучился по Бернару и Гусь-Гусичу. И, попрощавшись с лягушонком и Орликом, торопливо зашагал к своим друзьям. А перед сном, уже лежа в своей постельке, Нюка, как обычно, потянулся и укутался в одеялко. Больше никогда! Никогда! По привычке начал он, но, вспомнив о новой луже и о том, что все сегодня были им довольны, улыбнулся и добавил. Бу! И сладко заснул. Вот так, дорогие мои. Старый Орлик, ради того, чтобы порадовать лягушонка и Нюку, даже привез воду для лужи. А Нюка придумал, как не огорчать Орлика. Честь и хвала им за это. Вот бы и нам научиться не огорчать наших близких, не ставить во главу угла своих «хочу, не хочу». Тогда и в нашей жизни царили бы радость и любовь. А разве не этого мы все с вами хотим? Тогда давайте постигать науку добра. До новых встреч, мои дорогие друзья! Ангела вам Хранителя! АВСЕМЕНТИЯ! 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 АВСЕМЕНТИЯ!